Всем привет, господа! Сегодня сравнение S30B, которое многие просили, ну, которое должно было быть, выйти. Честно говоря, у меня уже сейчас уже колонок-то не осталось, никаких новых. Придется вот опять, как в старые времена, всякие вот эти дешевые там какие-то, ну, не то, чтобы придется, я же как бы не зарабатываю на видео, монетизации никакой нету, просто, ну, о чем-то типа снимать, но если как бы не о чем, то тогда можно вообще ничего не снимать. До появления каких-нибудь, так сказать, более интересных новых колонок. Но пока что, к счастью, вот есть вот эта тема у нас, да, сегодня, ну, там еще в планах усилители, вот у меня, я говорю, цифровой усилитель есть, там китайский с Алиэкспрессо, новый я вот даже ни разу не включал, тоже что-то там его затестить, который вокруг стерео рекомендует, что-нибудь еще придумаем, там, с 90-х, среднечастотники какие-нибудь поставить, там, от чего-нибудь, вот, но так-то, конечно, больших планов наперед нету, то есть не знаю, чего еще заснять вам. Ну, и вот сегодня вот это долгожданное сравнение S30B, великое, величайшее. Люди, знаете ли, любят именно про бюджетное что-то смотреть, не про колонки, там, за 50 тысяч, там, за 80, там, или за 30 иностранные, а вот про что-нибудь такое доступное, да. И особенно людям душу греет, когда рассказываешь про то, что какие-то дешевые колонки доступны, они играют, ну, гораздо лучше, чем они там стоят. И все, ну, даже если на примере автомобилей, например, смотрят каналы, там, каких-нибудь блогеров, которые берут какую-нибудь старую иномарку, которая уже позабытая, ну, какая-нибудь не особо известная, ни BMW, там, ни Mercedes, а какой-нибудь Saab, например, или там что-то еще, который даст, ну, потому что она не популярна, поэтому она недорого стоит, и типа, вот он ее купил, и она едет там круче, чем, ну, или какая-нибудь праворульная, лучше, чем там, типа, современная за в 10 раз дороже, например, новая какая-нибудь, да. И так это приятно узнать, что какая-нибудь вот бюджетная машина или бюджетные колонки, они могут прям классно звучать, и при этом оно так близко по-народному, то есть дешевое, там, такое простое, понятное, да, доступное и не очень редкое. И вот эти колонки, это как раз тот случай, когда, ну, колонки, которые знакомы всем с детства, которые можно видеть на Авито, часто, в цене, там, ценовая категория, там, от 1000, наверное, рублей до, вот я, например, S30B купил за 1000 рублей, пару. Ну, это повезло просто. Обычно, конечно, они подороже. От 1000 до, там, не знаю, ну, максимум 3000 за такие колонки. Больше трех, наверное, пока что я не видел, может, кто-то и просит, но он вряд ли продаст за такие деньги. Ну, и это колоночки, опять же, это возвращение, с чего я начал этот канал, по сути дела, потому что первые видео были в основном, первый год, наверное, был посвящен вот таким маленьким колонкам, собиранию их советских, да, разных моделей. Их, ну, не так много, может быть, моделей 6, вот, и 7, и они все у меня есть там, у меня было отдельное видео, какие лучше и так далее. Так с чего бы я снова к этому возвращаюсь? К тому, что я уже сравнил, ну, наверное, год назад или два года назад, вот это у меня уже было сравнение, причем гораздо более масштабное, там были собраны, по-моему, все модели вообще, какие бывают советских полочников, за исключением каких-то очень редких. И все давно рассказано, это уже давно пройденный, как бы, этап, но эти колонки у меня лежат, потому что, жалко, потому что они вроде как прикольно играют, и, ну, то есть, зачем мне такие колонки, когда у меня есть там колонки, типа, Sansu XL 900 или Conti Vector 50FX, ну, не знаю, просто так вот, типа, что их, дорого их не продашь, а для себя оставляешь, ну, они понятно для чего, то есть, ну, может где-то пригодятся, так как у меня, если бы у меня был гараж, я бы туда, как бы, отправлял на пенсию все вот эти вот, и 35 АЭСы, потому что их продавать особо выгоды нету, а потом не купишь за такие деньги, и вот эти тоже маленькие туда я бы отправлял в гараж, но гаража у меня нету, поэтому они у меня, в принципе, занимают довольно места много, не знаю, что с ними делать. Ну, то есть, почему я к этому возвращаюсь, потому что, если кто не знает эту историю, что было у меня сравнение, S30B у меня были еще два года назад, но та пара была как-то похуже, не знаю почему, вроде все в ней все нормально, но она звучала похуже, чем вот эта, и вот недавно я купил еще одну пару S30B, которая оказалась лучше, чем та, соответственно, тема и какие-то сравнения можно пересмотреть заново, и вот я сегодня заново, так сказать, переснимаю битву лучших, при этом убрав все лишнее, там всякие Комета, Кливер, всякие Корветы, там 10 АЭС, это все не то, это все второй, третий сорт по сравнению вот с этим, то есть, вот то, что перед вами вот эти три пары колонок, даже 10 АЭС-9 я отбраковал сегодня, эти три пары колонок, на мой взгляд, да и мне кажется, это объективно вот лучше из двухполосных советских, не берем там редкие дорогие какие-то модели типа электроника с 35 АЭС, там 130, это дорого стоит, как бы она вообще, ну и она покрупнее, а вот из таких доступных, вот эта тройка, это лидеры, я то же самое говорил и тогда, то есть, даже когда у меня с 30 Б была более какая-то контуженная, вот предыдущая пара, которая вроде как хуже играла, но я ее, тем не менее, тогда тоже вот примерно в эту тройку лидеров, но я ее на третье место ставил, а на первое место, вот эти две, ну я даже не знаю, какие из них лучше, Вега или Кантата, то есть Кантата у нас слева, Вега справа, 15 АЭС, которая, 109, настало время узнать, как вот эта вот хорошо звучащая С-30, удачная пара, советские колонки, они от пари, пари, видимо, по-разному могут звучать от года выпуска, зависит там это и так далее, да, от комплектующих каких-то, которые туда поставили, разброс качества. Сегодня настало время узнать, ну, этот эпический момент, насколько вот эта вот 30 Б звучит, победит ли она Вегу, потому что, когда я с 30 Б вот купил вот эту и начал, ну, то есть, было на них обзор, было там видео с музыкой, я так радовался, мне они показались такими хорошими, то есть, я давно, ну, я уже отвык от двухполосных советских колонок, в последнее время все больше вот эти три С-90 всякие, а С-90 как-то они, честно говоря, даже похуже звучат, чем вот такой класс советских колонок, то есть, реально, настольные советские колонки во многих моментах поприличнее звучат, поприятнее, попоровнее, чем трехполосные. Ну и, короче, вот в обзоре, в недавнем, месяц назад мне вот эти черные 30 Б понравились, и сегодня я их сравниваю с лидерами. Кто победит? Ну вот, сейчас расскажу. Начиналось это сравнение с Веге, Вега-королева, всегда говорю, что это лучшее из такого класса советских колонок, и они стоят там типа две тысячи, две там с половиной, да, такие Веги обычно. Ну и звучат они, в принципе, если сравнивать с иномарками, может быть, тысяч до десяти, они могут побороться. Потому что у меня есть Warfidel Diamond 8.1, которые примерно такие же, чуть поменьше. Ну, они звучат чуть получше в чем-то, в чем-то похуже. То есть, ну, в принципе, как бы, если лучше, то не сильно. При том, что они стоят в два-три раза дороже, потому что иномарки, потому что более современные, тем 20 лет, а я тем 40 там или 30. Ну, то есть, чтобы вы понимали, что вот Вега, да, хорошо звучит, но не то, чтобы идеально. Но за свои там две-три тысячи очень неплохо, наверное. Хотя есть к чему докопаться, само собой. Давно я Вегу не слушал, сегодня я включил. Вообще, я не люблю ее включать с усилителем Yamaha, который сегодня участвовал. Потому что я давно заметил, что вот, например, с усилителем FX Audio 502 Вега звучит лучше почему-то. То есть, он как-то по верхам, что ли, дает ей больше жизни, поэтому она такая более интересная. А с Yamaha она всегда как-то не раскрывалась. Хотя Yamaha это высший усилитель, там, японский, все такое крутое. Yamaha A9, высший класс. Но, тем не менее, у нас сегодня такое сравнение, как бы, вот на равных условиях, поэтому они все звучали на усилителе Yamaha A9. Я первыми включил Vega T15 AS, и мне, в принципе, понравилось. Первая минута мне понравилось. То есть, так, довольно приятно, хорошо. С уклоном верхами, меньше баса, больше такой пронзительности по верхам. Оценивать еще сравнивать большие колонки с маленькими не всегда и просто, потому что большие как-то, ну, разный звук, просто потому что они крупнее. Но, мне кажется, это, ну, то есть, достойный звук. Короче, Vega звучало неплохо, но это первая минута. Потом почему-то стало скучно, я не знаю почему. Королева как-то немножко по меркам. Я записывал много сегодня, по полчаса каждую колонку, то есть, там, музыки по полчаса на 6-7 треков. Мне лень их будет явно сейчас все нарезать, поэтому в сравнении будет там, может быть, 3-4. Остальное будет сравнение в линию такая. В комментарии там будет ссылка на закрытое видео, где будет сравнение просто в линию. Ну, и там это бонусный контент, так сказать. Ну, я, в общем, Vega эту полчаса слушал. Сначала интересно, весело, потом как-то уже так. Ну, достаточно нормальный звук, но ничего особенного, я бы так сказал. Соответствует своему классу. Даже не знаю, что про них сказать-то. Ну, такой верх, верха хорошая, верха выразительная как бы, да. Более-менее подробная, но, конечно, в советские пищалки, советский звук, шепелявость присутствует такая. В тех же самых Warfidea Diamond, или там, JBL Studio 130 у меня есть, тоже аналогичные прям по размеру примерно колонки. У них, конечно, все почище. Это вот в этом плане, особенно в плане верхов. Это самое главное, чем выделяются современные иномарки над советскими. В остальном-то, ну, как бы нормально, что? Ну, звучит нормально, приятно более-менее. Ну, а за свои там 3 тысячи. И понятно, что после вот того, как я уже наслушался всяких Victor SX5, которые стоят 30 тысяч, ну, гораздо более крупные колонки, да. Не то, что гораздо другого класса, просто почти как S90, S50B размером. И уж тем более там всякие более дорогие, то это как-то не канает. Японские колонки хорошие, вот от фирмы Victor, которая, некоторые модели, они, или Sansui XL900, самый дорогой, который, они дают вот именно удовольствие от музыки, от... И ты как бы сидишь, и у тебя музыка полностью перед тобой. А чем дешевле колонки, тем больше, более мутное, как бы, стекло, оно более мутное, чем они дешевле. То есть ты смотришь через стекло на музыку. Если, например, на колонках типа Microlab Solo, там каких-нибудь Tornet Wanderkugel у меня есть Sven Stream Mega, ну такие самые начальные. Или вот, например, внизу в качестве подставок сегодня работают ассистентами колонки Microlab Pro 3, которые, ну, Microlab, тоже на них когда-то был обзор. Жалко выкинуть их просто, а так вы стоишь на продажах, никто не купит, наверное. Вот это пример самого бюджетного звука. Эти Microlab и там что угодно, Sven, вот там вообще, как бы, ты вроде музыку-то слышишь, но ты подробностей вообще не понимаешь. Как человек, у которого плохое зрение, который без очков вообще, ну, не видит ничего толком, только какие-то очертания. Если ты не избалован чем-то лучшим, то тебе будет нормально. Но дело, как бы, детали, это не просто детали, это не как вот там прикалывается, что, типа, звук там, как кто-то где-то пукнул там в каком-нибудь пятом ряду оркестра там, да, или что-то еще. Типа, выслушивать. Нет, это не так работает. Детали, имеется в виду даже не то чтобы детальность, а именно микродинамика, когда колонки могут то тихим голосом играть, то громким, то и вот так вот это все резкие переходы и послезвучие какие-то, то есть эхообъемность. Чем дешевая колонка отличается от дорогих, да, и чем дороже тем эти качества. Лучше в том, что лучше послезвучие, лучше объемность. реверберации, ну, то есть не реверберация, а какие-то вот такие. Эти вещи, чем они более проработаны, тем у тебя больше ощущение, что никакого стекла перед тобой нет, что перед тобой реальный звук, а не синтетика какая-то. Поэтому на примере каких-то микролапс, венов, вот этих вот ПК-акустики, там мыльный звук. Он может быть тонально приятный, например, торрент вандеркугел, он достаточно такой, даже расслабляющий, то есть он вызывает эмоции, но эмоции он вызывает именно подачи, но не, так сказать, не реалистичностью какой-то. И по сравнению с ПК-акустикой, вот эта Вега, когда ее первый раз там в 2020 году, в 2019, да и ослушал их, они дарят удовольствие, и все эти колонки, которые сегодня присутствуют, это троица, они все могут дарить удовольствие именно тем, что это уже, уже у тебя как бы не совсем уже ты нифига не видишь, как на ПК-акустики, а ты уже видишь достаточно много. Но все равно ты видишь как бы через очки. Все равно там оно не совсем как бы немножко мутное где-то что-то, но это уже шаг вперед, то есть переходя с ПК-акустики на такую, это серьезный шаг в сторону хай-фая. Эти колонки можно назвать, все из них можно назвать таким нормальным начальным хай-фаем. На средний они не тянут. Когда ты переходишь с дешевых колонок на такие, например, у тебя как бы прочищаются глаза, ты уже что-то нормально видишь. Потом еще, если класс, еще выше какие-нибудь колонки японские, там тысяч за сорок, ты уже видишь прям вообще хорошо все. Но у тебя еще нет ощущения, что стекло совсем как бы растаяло и у тебя музыка здесь. И такие ощущения бывают только вот у самых высших колонок, когда уже... Ну, кстати, у Yamaha 1000 монитора не было. Когда музыка, она как бы уже настолько реалистична, что ты, что ты уже, ну, как бы уже колонки не существует, у тебя просто музыка, и ты как, как настоящая она играет. Вот. И это не просто в виде, так сказать, каких-то вот цифр, цифр и букв там, да, как бы, ну, как бы в виде графиков или чего-то. Это означает, что у тебя и радовать это будет. То есть, когда у тебя музыка как настоящая, то она затрагивает, так сказать, твои струны души. Вот. И это могут колонки, ну, дороже, там, сорока тысяч, например. Чем дороже, тем лучше. Ну, надо смотреть, конечно, не все там японцы разные бывают, всякая. Ну, примерно такая вот тенденция. Victor SX5, кстати говоря, стоили 30 тысяч, но они тоже вот имеют замашки высшего класса. А вот если мы возвращаемся вот в такой бюджетный класс, то я хочу-хочу сказать, что Vega, допустим, она хороша. Я ее называл королевой, да, в своем классе, там, в цене, там, за три тысячи, может быть, даже в цене до десяти тысяч, как я говорю, она могла бы, да, побороться с аномарками. Но в ней детальность все это есть по сравнению с более дешевым классом, активные ПК-акустики. Но нету все-таки такого вот, к чему я уже привык, слушая дорогие колонки. Даже может скучновато в чем-то слушать. И нету каких-то супер аттракционов, когда ты вот от эмоций у тебя, да, музыка вызывает эмоции, ты как на американских горках, там что-то летаешь. Поэтому мне сегодня было скучно немножко слушать. Хотя, ну, в целом, как бы, в целом звучит хорошо, конечно, по высоким частотам есть претензии, но скучновато было слушать. И честно говоря, ну, S30B тоже, наверное, не очень-то весело было. Ну, приятно, но не так, как бы, не то что был супер. Так что Vega почему-то сегодня не зацепила, но опять же повторяю, что на усилителе Yamaha A9 она всегда как-то менее выигрышно, значительно менее выигрышно звучит и так довольно пресно. Вот S30B на 502, но на 502 я сегодня ее не включал, потому что мне лень. А почему-то включил на 3116 стеклянном усилителе. Ну, тут, конечно, полная жопа по сравнению все-таки с большим. Даже на Vega слышно, что, да, он поярче, по высоким, по низким, но звук гораздо более простенький такой. Я думал, там как-то с ним она заискрится этими высокими частотами. Ну, тем не менее, Vega это такая, можно сказать, аудиофильские в какой-то степени колонки, потому что у них уклон на ВЧ, на пронзительность звучания, а бас как бы так на втором плане. В этом есть свой стиль. Следующими колонками были вот эти S30B, сегодняшний главный герой. И после Vega, ну, честно говоря, я вообще думал, будет какая-то большая разница, а разницы практически нету, то есть практически то же самое. И вот того, что чудо, что радиотехника в хорошем состоянии все-таки победит всех и будет королевой этого сравнения. Не знаю, они, по-моему, очень-очень одинаковые, ну, то есть не одинаковые, но очень близки по классу. Различия, конечно, есть. В радиотехнике больше баса, ну, побольше уклон в бас как бы, но в остальном-то они вот прям как одно и то же почти что звучат. Радиотехника может быть в чем-то более чуть-чуть подробнее, может быть, именно в плане не высоких, а средних частот. Короче, у нее, походу, у нее ВЧ похуже, чем у Vega, но НЧ как бы получше. Ну, как-то так. Чуть-чуть в чем-то где-то лучше, где-то хуже. На самом деле у нее более такой танцевальный уклон получается у S30B. И на клубной музыке, на какой-то такой она может быть поубедительнее, но там, где голоса, где вот это вот вокал, что-то такое, где нужна натуральность, у S30B чувствуется какая-то синтетика. Я вспоминаю, опять же, свои слова вот эти вот про сравнение этих же колонок. Ну, то есть, старые пары S30B, это было два года назад в том видосе, я тоже говорил, что S30B про ту пару еще говорил. Колонки-то не, ну, так, более-менее неплохие, но они какие-то вот немножко, они тоже с уклоном в бас были, но они какие-то чуть-чуть синтетические. То есть, вот они не тяготеют к какой-то натуральной музыке, они там ее как-то немножко так перевирают по-своему. Ну, это, знаете, мелочи такие придирки. По сути, так, если это, то это колонки, это как орбита S90 типа, ну, чем-то отличается, но суть одна и та же. Поэтому здесь, что больше нравится по дизайну и по звуку, там, радиотехника S30B более танцевальная, более мощная в плане баса, а Vega, ну, такая более светлая, более скрипичная, как бы, в какой-то степени. При этом без крайностей, потому что и то, и другое, может что-то и среднюю музыку какую-то играть тоже вполне, ну, то есть не только танцевальная или там скрипичная, но и все остальное, она тоже более-менее играет, просто у одних уклон туда, а у этих сюда. По эмоциям S30B нормально, но как-то тоже так же, вот. Может, у меня, блин, сегодня настроение не туда. Я же вот эти записывал S30B когда на целый час. Мне даже нравилось, какие-то моменты там прикольно было. Ну, сегодня, вроде, то же самое усилитель, то же самое ЦАП, провода. В чем разница-то? Тоже такое, умеренно. То есть, вроде, хорошо, но как бы не особо так уж прям сильно. Что-то выдающееся грязновато, где-то простовато. Ну, в принципе, душевно, потому что любые советские колонки, они выдают звук такой какой-то, вторую гармонику или чего. Особенно заметно, например, после Warfidel Diamond, если сравнить вот эти вот, любые из них, да, то там чище, или JBL Studio 130, там чище, но как-то не так душевно, более как-то типа холодно. А эти, они более грязно, но тепло играет. Ламповый звук такой, советский. И в этом они почти одно и то же, все эти колонки. Так что 30B, да про них тоже сказать особо нечего, но как-то играет. Вот есть претензии к ненатуральности звука на Алине Крочевой, там где вот вокал, где что-то такое. А так нормально. И то, и другое играет одинаково объемно. И эта объемность, она бросается в уши после многих иностранных колонок, которой такой объемности нет. То есть здесь как-то старались ее как-то сделать, она получалась такая вот. И последними были Кантаты, которые, может быть, народ не так сильно, серьезно не воспринимает, но я-то знаю, что Кантаты это тоже хорошие колонки. Я их так называю, Кантаты вообще. Они просто с Родиловой Кантаты шли, а сами по себе они называются 220, может быть, там какая-нибудь 210. Короче, там куча всяких моделей, но куча названий одних и тех же колонок. Хотя была версия, которая называется 10С, самая ранняя, у которой динамики-то низкочастотный динамик другой стоит. То есть там динамик как у радиотехники, по-моему, такой. Да, у более поздних там и пищалка тоже другой модели чуть-чуть. Я не знаю, как они там лучше и хуже звучат, но они как бы ранние, я так понимаю. А потом они все выпускались вот с таким вековским басовиком, таким же, как на веке 15S-109, и овальной бумажной пищалкой, которая, ну, играет более грязно, чем вот эти вот купольные на двух других колонках. Но это не мешает колонкам Кантата звучать в чем-то даже лучше, душевнее, чем два других претендента. И почему-то мне вот после 30B была Кантата следующая. Мне даже Кантата больше понравилась, потому что, опять же, я это давным-давно уже знаю, у меня было много по ней видео старых. Она более сладкая, более сахарный звук, более душевный, чем вот у Веги, например. Ну и, соответственно, у 30B тоже. Кантата более красиво звучит, более натурально местами, особенно на вокале, на спокойной музыке. Она такая более степенная, более, так сказать, сексуальная какая-то. Вега более в какой-то степени колючая, а 30B более такая боксерская, то есть там баса больше. В Кантате есть тоже бас, его довольно много, не меньше может, чем у С30, но он такой, ну, короче, в целом у них характер спокойный и такой ласковый у Кантаты. Тоже ее полчаса слушал, и Кантата мне понравилась, наверное, даже больше, чем... Больше, чем С30B точно. Но это... но они, опять же, очень близки по этому... по классу, поэтому вот это все понравилось, это лично мое предпочтение. А так, объективно, эти все колонки одного класса, и они все достойны быть лучшими из советских. И то, что я в свое время ставил вегу полыше, чем Кантату, например. Ну, ну да, потому что у веги ВЧ чуть-чуть получше, поэтому более так проработаны. У Кантата звук приятный, но ВЧ чуть менее внятный из-за бумажного высокочастотника. Зато у нее больше баса, у нее больше телесности, теплоты. Кантаты — это колонки, в которых можно... с которыми можно просто расслабиться. Они такие душевные и уютные. Уютные. Как вот эти Victor SX5, например, или что-то такое, где просто включаешь и не слушаешься, просто отдыхаешь, слушаешь, тебе вот приятно с ними, с этими колонками. Вега не такая вега, более холодная, более чуть-чуть колючая, более такая аудиофильская, может быть, более напряжная, пронзительная. А30B, ну, что-то такое средненькое, но больше, видимо, с танцевальным уклоном. Может быть, с рокерским, хотя рок ни одни из этих колонок не играют так, как надо. Как-то играют, но так, на троечку. То есть они все под рок не подходят. Они под спокойную музыку и спокойную, ну, я бы выбрал Contato все-таки и на первое место, там, Вегу тоже. Или так, нет, Contato на первое, а эти две штуки так как-то уже менее душевные. А30B все-таки не победила. Оно как было, вот, старая пара та, которая... Я ее оценил, что она просто где-то в тройке лидеров там или в четверке, но она объективно какого-то там лидера не тянет. Поэтому вега была повыше на тот момент. А вот в данном случае, ну, как-то так. Тройка сильнейшая. Пробовал я сегодня в это сравнение еще добавить колонки 10S9, которые мне тоже нравились тогда на первых парах, там, два-три года назад. 10S9 это как S30, тоже радиотехника, приятное звучание, но сегодня я их посравнивал с этими, и они все-таки уступают, и они все-таки в другой лиге. Потому что вот если говорить про советские двухполосные плочники, вот то, что вы видите в кадре, это лидеры, которые выше остальных. Ну, 35S130 я вообще не беру во внимание, потому что я ее не слышал никогда, и она стоит там то ли 10, то ли 15 тысяч рублей, это вообще другое. 10S9 или комета, или там тем более, ну, что там еще-то было. Sonnet, какая-то Oda. Это все уже этажами ниже какими-то, то есть на уровень ниже, на два уровня ниже. Насколько помню, мне больше всего меня бесили из советских колонок, вот такого размера. Самое неприятное, это Cliver 10S, он же 50S, и электроника 214. Это вообще чудо, в перьях просто там. В тупую скопировали какой-то Technics, но звучит она, то есть она как бы вроде один в один все скопировано, но звук какой-то херовый у нее. Кстати, там конденсаторы стоят на электронике 214, какие-то, по-моему, K73, 17, которые, ну, вообще не для звука, может быть поэтому она так херово звучит. С другой стороны, на заводе не дураки же ставить, что попало, наверное бы. Если бы они не звучали, они бы не ставили их туда. Ну, можно попробовать поменять. Хотя я сомневаюсь, они просто какие-то очень корявые колонки по звуку. Вот они худшие, а вот эти вот они лучшие. А всякие Комета, S30, кстати говоря, S30, а S30 обычная. Что-то там еще я уже забыл, было-то такое. Vega 15S408, Sonnet, но Sonnet это ближе к нижним. В общем, это все такая серединка. До лидеров вот до этих им далековато.